Откликнулись сразу. Представители волонтерских движений и неравнодушные жители Нижневартовска всего за три дня собрали порядка 40 кубометров гуманитарного груза. Адресатом в Курскую область его отправили прямым рейсом. Продолжит Кирилл Волконский. Содержимое многих посылок, которые комплектуют для отправки в пункты размещения пострадавших в Курской области, напоминает стандартный фронтовой комплект. Сухой душ, демисезон, одежда, обувь, теплое одеяло, предметы гигиены, продукты длительного срока хранения. Отдельно товары для детей, питание, подгузники, игрушки, школьные принадлежности. Реагируют, соответственно, где-то в течение трех-четырех дней. Сегодня уже достаточно много пришло людей. Спасибо им за это, за поддержку. Мы очень рады, что люди откликаются. Сейчас, конечно, у нас у всех стоят посты, что мы собираем на Курск. И, конечно, приходят люди и говорят, что это для Курска. Пока волонтеры трудятся над комплектованием посылок, неравнодушные вортовчане продолжают нести все, что может потребоваться жителям пострадавшего региона. Спасаясь, многие покинули дома, захватив с собой лишь документы. Ну, мало ли, ребята где-то в ремонтных бригадах, на обслуживающих, на вспомогательных. То есть им тоже понадобится, но это все равно. Форма – это расходник. Потому что где-то в грязь упали, где-то порвалось, где-то что. Это каждый день надо. Сегодня в Нижневартовске работают семь пунктов сбора гуманитарной помощи. Волонтеры объединили, чтобы собрать и отправить первую партию гуманитарного груза. Это порядка 40 кубометров. Посылку сформировали с учетом пожеланий эвакуировавшихся жителей Курской области и короткосрочных прогнозов развития ситуации. У нас обратная связь с жителями и с общественными организациями территорий. Да, у нас составлен список. В списке на первом месте, конечно, стоят медицинские препараты. Далее идут личные вещи. Поэтому, да, мы в первую очередь спрашиваем, что людям нужно. Жители города активно перечисляют денежные средства, на которые будут закуплены медикаменты. Мы напрямую отправляем на Курск. Там наши волонтеры, с кем у нас уже налажена связь, принимают и распределяют. Посылка первая, но не последняя, уверены волонтеры. Сбор необходимых вещей и медикаментов продолжается. Кирилл Волкунский, Александр Титаренко. Вести Югория, Нижневартовск.